Скалпунчики прыгают на расстоянии в 50 раз превышающую длину их тела. Несмотря на то, что скалпунчики выбирают место приземления очень точно, она служит в качестве страховки. Назовите ее. Вот смотри, он превышает размер своего тела в 50 раз. Очень далеко прыгают. Очень далеко прыгают. Следовать надо. Четверо молодых людей разного возраста, разных профессий и разного склада ума каждые выходные собираются вместе, чтобы проверить свои интеллектуальные способности. Команда «Олимпия» играет в спортивную версию игры «Что, где, когда». Сайра Амонтаева в этой команде лидер. Девушка полюбила интеллектуальные игры с тех пор, как увидела одноименную программу на ТВ. Я не знаю, мне в голову приходит «Люси Индискайбез Даймонд». Эта игра открывает мне огромный мир интересных фактов. Я узнаю много нового, о том, что я никогда не слышала раньше. Эта игра улучшает память, улучшает мозговую деятельность, повышает настроение. Участники команды играют в интеллектуальные игры уже давно, а вот в одном составе соревнуются чуть больше полугода. Главные критерии для желающих играть – любознательность и активность. Хотя в основном сейчас играет молодежь, возраст не является критерием. В этой игре приветствуются все любознательные, активные люди. Поэтому наша команда еще имеет свободные места, вакансии. Спортивная версия игры «Что, где, когда» появилась в 1989 году, после выхода телевизионной версии. К слову, спортивные и телевизионные игры друг от друга отличаются. В нашей стране интеллектуальные игры довольно популярны. Проводятся даже чемпионаты Казахстана. В некоторых из них принимали участие и игроки команды «Олимпия». В других городах Казахстана интеллектуальные игры довольно популярны. Там проводятся чемпионаты Казахстана, различные очные турниры, заочные турниры. Нам бы очень хотелось, чтобы и в нашем большом городе проводились такие мероприятия. Команда «Олимпия» пока единственная в городе играет в «Что, где, когда» официально. Все результаты заносятся на сайт рейтинга игры. По итогам будет известно, кто представит страну на чемпионате Казахстана, а потом и на мировом чемпионате по интеллектуальным играм. Молодежная редакция телекомпании «Отерар» в игроков нашего города верит.